В Сочи огнёвка распространилась ещё два года назад, но в таких масштабах, как сегодня, ещё никогда не размножалась. Глава Сочи отметил, позади много совещаний, и по результатам каждого специалисты выносили решение – установить мониторинг. Итог – мониторинг установлен, а бабочка продолжает убивать краснокнижные растения. Причём способы борьбы есть, но воспользовались ими единицы из десятков хозяйствующих субъектов. Такое мнение бывает в городе, и неоднократно я его встречала, и мне этот вопрос задавали. Буквально сегодня, в последний раз, мне его задали перед нашим вот этим совещанием, что химические обработки на огнёвку не действуют. Действуют. Прекрасно действуют. Препараты известны. Все вы знаете, у нас на сайте публикация по мерам борьбы с огнёвкой есть. И могу вам сказать, что локальные меры принятые, правильно Анатолий Николаевич говорит, локальные принятые меры, дерево, дружба, наш сад-музей, субтропический ботанический сад, они все самшиты сохранены. То есть можно сохранять. Более того, многие руководители санаториев, парков и других зелёных зон курорта проигнорировали специальное совещание, которое по этому вопросу собирали дендрологи. А ведь в тёплом климате Сочи огнёвка может дать четвёртое поколение гусениц. Воздействовать можно лишь на личинки. Взрослым бабочкам препараты не страшны. Времени осталось мало. Специалисты считают, что обработку нужно провести в течение ближайших десяти дней. Глава курорта потребовал от хозяйствующих субъектов немедленно заключить договоры на обработку деревьев, тех, которые ещё можно спасти. В условиях того, что гибнет самшит на территориях ваших санаториев, ваших отелей, наших парков, это наша с вами озабоченность и наша беда. И надо её выполнить немедленно при том. Кто не сохранит, я в следующий раз буду проводить такое же совещание, но уже в присутствии прокурора. Также администрация города рассматривает возможность введения особой ситуации в связи с распространением огнёвки. Это даст возможность проводить массовые обработки зелёных насаждений, даже бесхозных.